Отрывок из дневника «Девочки-вампира». Меня слышно? По возможности убегаем домой и находим себя крепко спящими, со стороны немного сопящими. Не исключено, что этимология слова «спать» самым задним местом связана со словом «сопеть». Бесспорно, что некоторое созвучие наблюдается. Переместившись с улицы в дом, я не нашла себя спящей. То есть кровать-то нашлась, сон куда-то запропастился. Голод просто вынуждал меня сопеть от злобы на саму себя. Не на саму себя, а на музыку, доносящуюся из желудка, где, судя по всему, намечался очередной вечер встреч всех возможных пустот. В природе так интересно устроена взаимозаменяемость чего-то одного другим, что разум иногда не желает это самое осознавать. Вот сейчас, вместо того, чтобы пожаловать доброму сну, явился очередной голодный кто-то. Мозг, похоже, готовит широкомасштабную операцию по съеданию истощенных внутренностей. Совсем не думает отдохнуть. Шумный поток мыслей, как бурная река, так и носится перед глазами. Идеальная в своем движении стрелка часов себе изменять не спешит, точно отсчитывая секунды, предполагая, наверное, что движется вперед, хотя на самом деле описывает точный круг циферблата. В комнате так же, как и за окном, скучно и темно. Кровь закончилась когда-то давно, теперь ее существование и вовсе кажется неправдой. В город идти как-то неприлично, а желание такое, что и говорить стыдно. Все без исключения крысы, живущие со мной в доме, мне теперь благодарны, ведь я не утоляю ими мучительную жажду, как, к примеру, делают многие мои жалкие товарищи. То есть благодарны заочно, гипотетически, так сказать. Уверены, если бы они знали хоть малую долю правды обо мне, волшебные слова, не способные из их сладких уст в мой адрес, звучали бы куда чаще привычно обычного. Уповать на мою брезгливость не совсем милосердно, так что лучше держать всех в милом неведении. Серый телефон пронзительно закричал. Не обращая внимания, я надеваю красное. Телефон проявляет свою извиняющую настойчивость. Натягивая серое короткое платье, я мысленно выбираю сумочку. Телефон, если бы мог, то принял умоляющую позу. Я наливаю в стакан томатный сок и беру трубку. Звонит незнакомая женщина, мать-одиночка, стремя детьми и без работы. Звонит с улицы. Ей никуда не надо идти, ей холодно, и кажется, она простудила легкие. Говорит, что отдала тройняшек в приют. Говорит, что ее не берут даже в качестве представительницы самой древней профессии. Говорит, что будет рада умереть. Говорит, что сама себя убьет. А кажется, мое тело под колесами грузовика или на дне реки, говорит она, совсем не важно. Важно то, что иного выхода в сложившейся ситуации найти невозможно. Я молча не слушаю, глотая теплый томатный сок. В древней Японии, проносятся в моей голове, мудрецы считали нужным относиться к серьезным вещам с легкостью, чуждой при выполнении задач простых. Голос на другом конце города замолкает, и до моих ушей доносится хриплый плач. Зеленые ножницы, говорю я, предмет случайного назначения, имеющий ряд занимательных возможностей. Имеет интересное свойство падать на пол сверху вниз, теряться в темных углах, висеть в непринужденных позах, пачкаться, подолгу находиться без дела, чтобы неожиданно прийти до помощи и в итоге быть забытыми или убитыми. И при всем этом зеленые ножницы тупы как сталь от того, наверное, что ничего не понимают. Тупы или тупы? Ну ладно, смысл ясен. От того, что ничего не понимают. Они не понимают, к чему резать бумагу, не соблюдая геометрические формы, не понимают, с какой целью растут ногти и волосы после смерти. Такие непонимающие и бесполезные люди ножницы появляются в хозяйственных магазинах и покупают сами себя. Я убиваю последние капли томатного сока и слышу новый плач. Я кричу, убей себя! От моего неожиданного возгласа ее моральная подавленность выразилась физической болью пораженных клеток мозга. «Мне хочется жить с отчаянием», отвечает женский голос. «Тогда я ей говорю, не хотелось бы ей, чтобы я ей помогла, и параллельно интересуюсь, где она сейчас находится». Иногда мои скучные вечера разбавляют загадками телефон, образуя тем самым вкусный коктейль человеческих чувств в перемешку с томатным соком. Меня беспокоят душевно больные и склонные к суициду люди. Номер телефона службы доверия, разница с моим, одной последней чертой, одной последней цифрой. Так что некоторые любители ночных телефонных разговоров, донези, нервные и разочарованные в своей полезной жизни, случаются по ошибке, набирают мой номер телефона. По известным причинам мне все же пришлось покинуть дом. На улице, как и принято в это время года, было холодновато. По телу медленно ползал холодок, и кожа покрывалась воспоминаниями о гусях. Не совсем порядочный ветер заглядывал под юбку. Желтые лампы в окнах серых домов светили достаточно ярко, чтобы предугадать их желание быть похожими на солнце. Неторопливый звук собственных каблуков по черной мостовой звучал как-то дико, и в центре города казалось невозможно, казался невозможным. Мерзла почему-то больше всего голова. Причем так мерзла, что волосы тянулись к пустому небу. На свободной от людей и роботов автобусной остановке, как и предполагалось, я встретил женщину, с которой имела сомнительную честь говорить по телефону минутами раньше. Женщина, почти не пожилая, почти бальзаковского возраста, почти страдающая излишним весом, одарила меня взглядом до краев полным ужаса. Ее чрезмерно напомаженные красные губы чуть заметно дрожали, явно контрастируя с серостью окружающей обстановки. И в ночи смотрелись достаточно странно. Настолько странно, чтобы получалось воспринимать это как символ любви и жизни во всем мире. Она заплакала, вспомнив, судя по всему, своих в скором времени детей-сирот. И в эту же самую миллисекунду ее пухлые пальцы полезли в сумку, нащупывая мокрые от старых слез платочек, тушь вытекла за рамки приличия. В моей сумочке, говорю я, смертельная доза снотворного, пустой шприц с иглой и полная бутыль хлорного отбеливателя. Вам нужна помощь, спрашиваю я, принимая совершенно безразличный вид, будто спрашиваю, который сейчас час. Заглядывая в мою сумочку с неизмеримым желанием усомниться в истинности моих слов, ее захлестывает новая волна эмоций, естественно, в виде громкого плача. Я сама справлюсь, говорит она, постепенно успокаиваясь. По этому поводу и у меня самой не возникало сомнений. Вспомнила древнюю Японию. Мудрецы говорили, что уходить из жизни следует с честью. Этот последний ритуал сообщает о достоинствах, и важности твоей жизни. К смерти следует относиться как к некоему очищению, освобождению души из грязной оболочки неподчиненного тела. Я поставила сумочку перед ногами разочарованной в жизни женщины и отправилась прочь, прихватив с собой едкий запах алкоголя, адресованный напоследок моему обонянию. По возможности приходим в дом и находим себя крепко спящими со стороны немного сопящими. находим кровати как можно медленнее забываем эту ночь. Этимология слова «вчера» возможно связана со словом «вечер». Вечера. Чем стремительнее наступает вечер, тем быстрее существующий день становится вчерашним. Вчера наступает тогда, когда уходит вечер. конец. Посидели, пережили, послушали, обдумали, начали высказываться. Я учусь на четвертом курсе отделения журналистики и с первого курса наши преподаватели учили нас, что стиль пишущего человека может создаваться, вырабатываться годами. А вот у молодого человека он уже есть. Есть такие очень интересные зачатки. и по-моему вот это здорово. Этот стиль нужно сохранять. Я хотела бы сказать, что, может я не все поняла в этом рассказе, так как еще отвлекали немного, но особое внимание я хочу обратить на то, что молодой человек использовал очень интересные образы и ярко я увидела то, что он обращает внимание именно на детали, какие-то мелкие детали, стрелка циферблата, какие-то красные губы и все это создает в целом единый образ, который позволяет говорить о наличии у молодого человека индивидуального стиля. Очень много мелких деталей, но я не понял, собственно, в чем содержание рассказа и его смысловая нагрузка. Суть, в общем-то, рассказа заключается в том, что построена некая аллегория на взаимоотношения двух женщин. Сложно объяснить, она как бы сокрыта. По некоторым деталям можно понять, что это обычные взаимоотношения двух женщин, которые у нас бывают. Но они построены таким образом, например, почему я назвал ее девочка-вампир? Я этим названием дал понять, что она больше и сильнее той женщины, которая, ну, понятно было, что она, в общем, сложно объяснить. Ну, вот, в общем-то. Поясни, пожалуйста, название. Так, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь вообще уловил какую-то ассоциацию, какую-то связь с содержанием с деталями, с этим образом зеленых ножниц? Причем здесь зеленые ножницы? Это люди, которые не входят в главные действующие персонажи. То есть, я хочу показать, что они, как бы, особенность их. А зеленые ножницы это другие люди, которых нет. Ну, без разницы, ну, там, не знаю, ну, зеленая доска может быть. Ну, хорошо. А где эти другие люди? Какую роль они играют? конкретно? Они вот именно, что никакой роли играют. Вообще их, как бы, существовало только два человека и все. Вот они, и у них произошло какое-то общение. И все. А других зеленых ножниц их не было рядом. Не знаю, я мог бы назвать там оранжевые зажигалки. Без разницы. Нет, я имею в виду даже не название, а меня интересует смысл самого этого образа зеленых ножниц. Вы хорошо сами по себе преподносите эту деталь. интересно, ярко, что эти зеленые ножницы, кто они, но они же, мне кажется, должны как-то влиять на развитие сюжета, на ход мысли и автора, и читателя. Вообще создалось такое впечатление, как будто в этом рассказе две отдельно взятые линии. То есть вот эти ножницы, они взяты как-то отдельно, никак абсолютно не связаны с самим рассказом. Возможно, это не полный рассказ, это какое-то начало, тогда, может быть, как-то это будет переплетаться или более объяснено, более четко. Но сейчас, допустим, мне тоже абсолютно непонятно, какая связь одного с другим. Причем здесь эти ножницы? Я прихожу домой и нахожу себя спящей. Это как? Я воспринял это как некую мистическую деталь, может быть, тут вообще. А? Тут немножко, тут же речь идет о вампире. Нет, насколько я поняла, вампир это все-таки образ, как бы, это аллегория, это сравнение. Ну, тут столько рассуждений о крови, о том, что крови нет, я голодный, о крысе, не хочу употреблять пищу. Может, автор объяснит? Да. Нет, все-таки, по-моему, тут очень незаконченная вещь, надо бы продолжить. Значит, просто непонятно. Продолжить что? Как эта женщина? Нет, ну, хотя бы просто объяснить, я не знаю, вообще абсолютно непонятно. Такое ощущение, как будто вырван кусочек из чего-то. Да, возможно, это интересный рассказ, но это кусочек, маленький, он не дает полного объяснения вот этому всему. Простите, объяснение чему? Он даже не дает зацепок, после которых человек может сам себе додумать, картинку дорисовать. Это даже не зарисовка, это именно вырезано вот откуда-то. Еще еще дорисовалась, но воткнула она себе этот шприц. Я, правда, не понял, для чего хлорный отбеливатель. Вот, ну и дело с концом. Я не соглашусь, наверное, с тем, что многие считают какие-то вещи, те же зеленые ножницы, ну, нелепым здесь, да? Наоборот, я очень понимаю автора, и когда вы заставляете его объяснять, он этого не может, и я тоже это понимаю, потому что очень сложно донести, это на уровне эмоций понимается. Вот эта вот ирония про этот хлорный отбеливатель, это просто восхитительно, мне очень понравился рассказ, хотя я начала не застала, но и эти зеленые ножницы, которых действительно, в принципе, которые не фигурируют, мне кажется, что это очень, как сказать, милая деталь, милый прием, потому что это показывает, что автору не безразлично, он показывает безразличие, ну, не знаю, правильно ли сказать этих зеленых ножниц, тоже я не смогу передать словами, если сам автор не смог нам объяснить, правильно? Но автору не безразлично то, чем он написал. Какая разница, почему здесь должно быть какое-то четкое начало или четкий конец, если это как раз зарисовка, вырезанная, может быть, как раз этими зелеными ножницами из обычной нашей жизни, то есть отношение, встреча двух людей, сильной женщины и слабой женщины, и это видно, что это не безразлично, и поэтому, когда я читаю это, мне это тоже не безразлично, то есть больше всего проняла меня именно не безразличие автора к своему произведению, и это чувствуется и по названию, которое, может быть, он понимает, что не все поймут, так, как понял он, но тем не менее, он не стесняется, называют его зеленые ножницы, наперекор всем. Вы знаете, у меня есть свежая новость, я нашла смысл в зеленых ножницах. Вот тут автор говорил о том, что его рассказ посвящен двум разным женщинам, совершенно, которые, однако, сведены в одном рассказе и как-то взаимодействуют друг с другом, и как-то дополняют друг друга, и несмотря на то, что у них есть много противоречий, они все-таки вместе, может быть, эти зеленые ножницы, как раз одна женщина, это как символ одного лезвия, а другая другого, и вместе они скреплены гвоздиком, и получаются эти зеленые ножницы, которые как бы на лезвии их разрезается вся действительность, преломляется весь окружающий мир и жизнь людей и персонажей. Может быть, вот в этом смысл как раз. Поэтому зеленые ножницы... Правда, смысл в цвете. Это уже ваша трактовка. Это уже моя трактовка, да. То, что есть здесь рациональное зерно. У рассказа обязано быть начало, обязан быть конец, обязан быть какой-то апогей, но это законы, законы нашей профессии литературной. Вот. И что касается, собственно, произведения, плюс его, несомненно, это то, что человек работает с языком. То есть, он не просто тупо пишет, вот, девочка встала, пошла, он пытается находить аллегории, пытается находить какие-то образы. Это несомненный плюс. Но минус, то, что много воды в этом произведении. Господи, всего-то две с половиной странички. Нет, ну вы знаете, там вот, если вот вычленить детали, кое-что убрать, вот какие-то вот ненужные вот описания какие-то вот возможные, оно было бы лучше выкристаллизовать его, как бы. Можно несколько по деталям? Я начинаю читать. По возможности убегаем домой и находим себя крепко спящими со стороны немного сопящими. У меня первое слово сразу возникло вопрос. По возможности, по какой возможности убегаем домой и откуда? Почему по возможности? То есть она где-то находится и когда появляется возможность, она убегает домой. Так? А с другой стороны кажется, что она сидит дома на кровати. Это какое-то раздвоение существа. Находим себя крепко спящими со стороны немного сопящими. Спящими со стороны или со стороны сопящими. Или при взгляде со стороны. Тут нет запятой. Это читается одной фразой монотонной без знака припинания и не совсем ясно. И находим себя крепко спящими со стороны немного сопящими. Замечание об этимологии слова спать и сопеть в общем-то достаточно остроумно. Созвучие наблюдается. Но вот перед этим ситуация сама по себе непонятна. Мне хочется видеть или картинку или ситуацию. Где находится герой? Кто сопит? Как и что? Переместившись с улицы в дом я не нашла себя спящей. То есть кровать-то нашлась он куда-то запропастился. Ну ладно. Это так несколько усложненная образность и возможно взгляд героини на себя и со стороны и она в кровати и она где-то так. Голос просто вынуждал меня сопеть от злобы не на саму себя а на музыку и так далее. В природе так интересно устроена взаимозаменяемость чего-то одного другим что разум иногда не желает это самое осознавать что это самое к чему относятся это местоимение если взаимозаменяемость то не это самое она женского рода это самое явление тогда и надо вставить слово явление и это к вопросу языку и стилю мозг похоже готовит крупномасштабную операцию по съеданию истощенных внутренностей ну ладно если мозг в состоянии что-то изъедать ладно совсем не думает отдохнуть шумный поток мыслей как бурная река так и носится перед глазами ну шумный поток мыслей ну допустим ну как он может носиться перед глазами мысль явление нематериальное невидимое и как поток мыслей может носиться перед глазами виде чего в виде бурной реки в виде потока слов еще что-то тогда как во что олицетворение это я олицетворял но это был конкретный образ если я не описал я говорил во что превращается мыть как она олицетворяется шумный поток мыслей как бурная река так и носится перед глазами ассоциация с бурной рекой это что-то шумно звуковое сравнение понимаете а мысль ладно не увидел идеальное своем движении стрелка себе изменять не спешить точно считывая секунды и так далее а в чем она может себе изменить находясь на оси почему она же чего-то изменять тут же не сказано себе изменять не спешит точно считывая секунды предполагая наверно что движется вперед хотя на самом деле описывает точный круг циферблата она описывает ведь не круг циферблата наверное она просто описывает окружность находясь циферблата ладно не будем придираться вот такие какие-то мелкие подвопросы кровь закончилась до когда когда-то давно теперь ее существование и вовсе кажется неправдой существование по отношению к существительному кровь мне кажется достаточно не точно существование это прежде можно прежде всего можно отнести какому-то живому существу наверное существование крови может быть ее наличие кажется и то что она была кажется теперь неправдой но существование это я не знаю могу смогу ли я объяснить вот смысловое звучание это слово но мне кажется отношение слова существования в данном это не точная даре мне чисто фактически такой вопрос не обращая внимание я надеваю красный телефон проявляет свою звенящую настойчивость натягивая серое короткое платье мысли выбирая сумочку это нарочно противоречие в образе надевая красное потом на тебя натягивая серое короткое платье что не обращая внимание я надеваю красное красное что натягивая серых ну ладно женщины женщина виднее хотя мне следует мне почему-то показалось что сначала автор ду имеет его красное платье потом серое некоторые канцеляризмы говорит что ее не берут даже в качестве представительницы самой древней профессии значит не берут в качестве представительницы на должность представительницы в роли представительницы и потом давайте все таки друзья будем стараться строить фразы в соответствии с русской грамматикой с русским синтаксисом давайте будем осторожны с депричастными оборотами чтобы не получилось как однажды у льва толстого известная фраза который сейчас проходя мимо табурета платье ее зацепилось за него подолом и что-то в этом духе заглядывая в мою сумочку с неизмеримым желанием усомниться в истинности моих слов ее захлестывает новая волна эмоций естественно виде громкого плача заглядывая сумочку ее захлестывает плача это такие обороты не сочетаются в одной фразе естественно виде громкого плача ладно и последнее я поставил сумочку перед ногами разочарованной жизни женщины и отправилась прочь прихватив с собой едкий запах алкоголя адресованный напоследок моему обонянию не слишком ли сложно во первых это несчастная женщина едва ли адресовала ее обоняние запах алкоголя который исходил из нее но он про она просто его распространяла и почему адресованный напоследок ну ладно я высказал несколько замечаний по стилю возможно спорных возможно излишне придирчивых силу так сказать своей приверженности к старым правилам к привычным литературному стилю со мной можно не соглашаться но в общем то мне все таки кажется что следует вот особенно когда речь идет о идее при частных оборотах о каких-то выборах эпитетов быть где-то внимательнее особенно если пишешь в качестве представительницы самой древней профессии большинство моих рассказов без названия собственно к этот поэтому может у кого-то родятся мысли как его можно назвать объявите конкурс на лучшее название я иду вдоль дороги в яркие огни которые на горизонте сливаются в один светящийся магии ночи шар теплый ветер мягко обдувает мои волосы и высокие дома по бокам дороги мрачной громадой пытаются меня раздавить но у них это не получается я не боюсь их у того кого не бояться не может быть никакой власти тогда мрачные громады принимают иную тактику один за другим просыпаются их глаза словно тысяча стоглазых аргусов вдруг выстроили выстрелись по обочине дороги они стерегут меня не давая мне убежать но мне некуда бежать поэтому я поднимаю голову вверх и смотрю как глаза оглядывают меня с высоты человеческого прыжка со стыбки чего полета с высоты аэробуса боинг холодный свет фонарей мягкий свет глаз мрачных громад не сливаются они как перенасыщенный раствор ложатся на дорогу двумя слоями вот-вот белый призрочный облеск это фонарь в нем нет жизни его свет из загробного мира он мертв никто никогда не задумывался никто никогда не задумывался почему мы не видим и не знаем кто зажигает фонари и когда и кто их гасит а их зажигают призраки когда фонари гаснут то значит и призраки уходит до следующей ночи а вот второй слой мягкий желтоватый теплый он живой он улыбается потому что люди включают свет и невольно улыбаются когда искусственные блики падают на их лица днем они ничего не боятся и смотрят на солнце оно щедро дарит им себя а когда солнце уходит им становится страшно люди думают что солнце обиделось на них за то что они постоянно берут у него тепло и свет и ничего не дают взамен и они боятся ночи темноты и мертвого света фонарей и зажигают искусственное солнце чтобы хотя бы ненадолго продлить свое существование а потом они засыпают а просыпаясь забывают о своих вчерашних страхах и снова используют светило ничего не обещая за меня я шел и смотрел прямо в глаза этих мрачный громад оттуда выглядывали отражение еще пока живых кто знает что будет завтра они смотрели смотрели безучастно нагло мечтательно похотливо бессмысленно смотрели и на меня кто-то меня не видел кто-то видел кто-то видела у меня сумасшедшего кто-то себя кто-то своего друга кто-то знаменитого актера кто-то голубоглазую блондинку что зависело от того что сейчас творится у них мыслях о чем они думают в этот час и только в этот час они по-настоящему начинают думать они которые поутру вновь вернуться к кормушке будут есть есть пить курить зарабатывать чтобы поесть получать деньги тратить их на еду потом опять есть справлять с естественной надобности потом есть потом глазить в телевизор потом опять есть потом они отправятся в ванну и потребители мужского пола будут брить все грудь и подстригать подмышки мыть мылом свои достоинства потребители женского пола будут брить себе ноги потом подмываться душистой водой потом причёсываться потом они лягут в постель сойдутся на 5 минут и неудовлетворенные но исполнившие свой долг перед друг другом попытаются заснуть но не получается они боятся и вот он тот самый один единственный час когда они начинают думать. Хотя я не осуждаю их. Я такой же потребитель, как и они. Я все делаю точно так же, но разве что с небольшими различиями. Но суть одна. И в этот час, когда я начал думать, мне вдруг захотелось уйти. По этой дороге, в тот светящийся магии ночи шар. Брось все к чертям, потому что у меня не место в этом мире. Потому что я задыхаюсь. И поэтому надо спешить. Я не хочу не успеть. Я не хочу останавливаться на полпути. Я не хочу вновь становиться зомби. Я не хочу повернуть обратно. Спасибо. Прости меня, пожалуйста, Борис. Но мне ужасно это не понравилось. Потому что, черт возьми, каждому из нас было 15 лет. Все когда-то считали, что я самый несчастный. Я самый одинокий. Все такие, все плотские. А я, я, я такой, черт подери, извините, пожалуйста. Я такой великолепный. Ну не то чтобы, я это, конечно, грубо все говорю. Но что у меня есть такие мысли, и никто их не оценит. Всегда. Да я знаю сама по себе и думаю, что раз у меня это было, это и у всех было, я знаю многих людей, которые от этого страдают. Это максимализм. Это, конечно, хорошо, когда он есть, когда ты вечно молод душой. Но это уже так банально. Вот ты, ты вот это все читаешь. А я думаю, да, я вот там несколько лет назад тоже вот так ходила и думала, ах, а они едят. Как можно есть, когда на свете любовь существует? Как можно брить ноги, когда вокруг красотища такая? Ну, я тебе образно говорю, что как можно делать такие вещи плотские? Это все не суть. Сейчас мы можем отклониться от темы. Ну, это все, это все на самом деле как-то чертовски банально. Я от них не говорю, что быт это плохо, быт это нормально. А как без быта? Если бы все начали жить духовной жизнью, мы бы умерли. Потому что никто бы не работал, все только бы наслаждались тем, всем наслажаясь только сочащимся шаром ночи. И это самое. И ходили бы и гуляли, как со мной было по ночам. Для того и нужен быт, для того нужна бытовуха, для того и нужно каждый день брить ноги, чтобы в какой-то момент в голову шибануло, и ты пошел бы гулять, и пошел бы в какой-нибудь светящийся шар. То есть без одного не бывает другого. Поэтому мне абсолютно как-то не вызывает негатив бытовух. Без него никуда. Без бытовухи не будет светящийся шара в ночи и час, когда можно подумать над этим. Мне показалось, в отличие от рассказа Иванова Семенова эта вещь написана более, что ли, устоявшимся, более литературным, более таким четким языком. Без той ершистости, неопределенности образов и неправильности фраз. У меня, правда, в первую сразу же царапнули несколько деталей. Например, сначала ветер, тепло обдувающий волосы, хотя, наверное, не обдувающий, а шевеляющий, обдувать лицо можно. Но это мелочь. И в то же время тут же эти вот темные давящие громады, понимаете, как-то контрастируют очень и картины не складываются. Громады этих домов жуткие и теплый ветер. А если это действительно так, то надо где-то эту контрастность подчеркнуть и выделить. То есть, первое ласковость, мировое ощущение, а потом сразу же жуть, это вот давящее. Если это так, в реальном мире это всегда контрастность. Наверное. Но у вас-то это укладывается в одну картинку и не вызывает противоречия и несогласия, дисгармония. Тогда где-то надо эту дисгармонию подчеркнуть, сказать, что и так, и так. Хотя бы двумя-тремя словами. И второе. Я ужасно придирчивый к таким мелочам. Я поднял голову вверх и... Прости, куда можно поднять голову? Можно поднять голову вниз? Нет. Вот к таким вот мелким блочкам надо быть очень внимательными. Я спустился вниз, я поднялся вверх, я кивнул головой. Я там ищу что-то. Это очень засоряет и делает речь вместо хорошей литературы и превращает ее в несколько обывательскую столь. Надо находить более конкретные, четкие определения. А в общем и целом все было бы хорошо, если бы там был какой-то финал более определенный, как мне кажется. Хотя какой-то неожиданный оборот. Какая-то встреча, какая-то неожиданная мысль и где-то еще что-то. Мне кажется, там не поставлена точка. Только и всего. Это первое. А второе. Ну вот была бы точка, мы могли бы судить тогда о рассказе как состоявшем, как целом. А пока, ну правильно тут говорят многие, что, господи, ну мы же читали об этом тысячу раз и сами испытывали. Это неудовлетворенность этим нашим осточертевшим бытом. Это желание выйти на дорогу, пойти куда-то, оторваться от всего. Мне на старости лет и то иногда это хочется сделать. То есть это было столько раз, что уже, может быть, и вызывает какое-то согласие с автором, но не вызывает никакого особого потрясения души, никакого возмущения этой действительностью. Иногда просто зевнуть хочется. Или тогда надо было найти что-то такое, что новую волну неприятия вызвало бы у читателя, чтобы он, так сказать, автор мог вывести своего героя, как Лермонтов, выхожу один я на дорогу. Было такое очищение души какое-то. Моя поэтия дневник — неразрывная цепь моих впечатлений, мыслей, которые менялись с годами. И, конечно, из этих моих записей было трудно вычленить стихи, которые стояли бы особняком. Ведь, чтобы понять все моего творчества, нужно читать его в порядку. Но, поскольку я пишу со второго класса, все-таки мне пришлось занять с этой работой и выделить какие-то отдельные стихи, которые бы не нарушали этой цепочке, если их взять отдельно. И первое из этих стихотворений, которое я бы хотела прочитать, называется «Прошлое». Как? «Прошлое». «Творы шумели до утра и оживляли холодный мрак, даруя радости свои, но звути счастья ветра нафиг лжали, ведь затронуть место это не могли. Здесь только капельки дождя в листяхах жемчуг поят из года в года растущую траву, порой уграду и шутя назначу встречу, и все воюется жестоко наяву. Здесь восхищает лишь один всех летний вечер, ведь лепестками рос украшенных небес, на фоне сереньких картин, уже навечно решенных напрочь даже маленьких чудес. верить трудно в то сейчас, что тут когда-то и жизнь была, и вседилась молодежь, они не ждали, что час придет расплаты за их незнание, что такое зло и ложь. Поверить трудно в то теперь, но здесь царила любовь глубокая, что излучала свет, она им ласково так дверь мир грез открыла и подарила в виде собранный букет. Судьба напомнила же вновь, что время грозно и прямо к пробости их счастье привело, ему пришлось продать любовь небесным звездам, и все кругом шестоким снегом замело. Остайтесь грусть двигачили в детском парке, коробка старых недослушанных кассет, огонь и стайка летели без оглядки, никому не раскрывали свои секреты. А осень слезы заселила, вконец замывает остатки самых дорогих нежных слов, и оживает сельства, вспоминая на этом месте разрушенных домов. Жизнь наша пишется роман, но цветочек убит холод и сможет расцвести, и застилается туман после ночи, все даже самые прекрасные пути. В общем-то прочувствовано, но у меня здесь почудилась некая старомотность и излишне изысканность стиля. А я что, говорю, что это плохо? Я просто констатирую, как воспринимается этот стиль. Кому-то это может понравиться, кому-то не понравится. Я в стихах вообще ничего не понимаю, я уже предупреждал. Поэтому вот. Ну, а в общем-то, автор, конечно, со способностями, я думаю, можно поблагодарить. Субтитры сделал DimaTorzok